Гродненский государственный университет имени Янки Купалы завершил прием документов на очную и заочную формы получения образования за счет средств бюджета. 3 августа состоялось заседание приемной комиссии. По итогам зачисления студентами Купаловского университета стали 763 абитуриента. Из них на дневной форме будут учиться 727 человек, на заочной полной форме 36. Всего было подано в этом году 2254 заявления от наших абитуриентов и 1 августа 1390 абитуриентов мы допустили к участию в конкурсе. И сегодня по результатам трех сертификатов ЦТ, а также абитуриентов военного факультета, мы зачисляем в число купаловцев. Всего будет зачислено 763 абитуриента сегодня. Остальные абитуриенты бюджетной формы получения образования, они сдают на данный момент вступительные испытания, которые продлятся до 7 августа и зачисление этих абитуриентов будет проведено 10 августа. Наибольшей популярностью среди абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения по результатам трех сертификатов ЦТ, в нынешнем году пользуются специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций, международное право, правоведение, экономическое право и некоторые другие специальности. Конкурс на бюджетную форму получения образования составил 1,83 абитуриента на место. После подачи документов самый высокий конкурс сформировался у нас на группу специальностей дизайна, в том числе дизайн виртуальной среды, графический дизайн, дизайн костюма и ткани. Более 9 человек на место. Следующее по рейтингу – это специальность в английском обеспечении межкультурных коммуникаций, более 4 баллов на место. Дальше следует специальности юридического факультета, математического факультета. В этом году, благодаря работе сервиса цифровая приемная комиссия, абитуриенты получили сообщение о зачислении 3 августа, сразу после заседания приемной комиссии. Порядка 80% наших абитуриентов, которые подали документы, воспользовались цифровым кабинетом абитуриента. Это позволило абитуриентам, первое, сэкономить время при подаче документов, потому что если абитуриенты регистрировались в цифровом кабинете заранее, их документы были проверены предварительно. Такие абитуриенты не имели проблем ни со справками, ни с какими-то выписками, ни с аттестатами, потому что все неточности или ошибки были исправлены приемной комиссией до подачи документов. И сама подача занимала до 15 минут. Это уже непосредственно прийти в приемную комиссию и подать документы. Кроме всего прочего, постоянное информирование абитуриентов ведется. В рамках своего цифрового кабинета они могли задать вопросы членам приемной комиссии факультета, членам приемной комиссии в целом, информационно-справочной службе. Без вступительных испытаний в число купаловцев были зачислены 46 абитуриентов. 20 выпускников профильных классов педагогической направленности стали первокурсниками по результатам собеседования. Стоит отметить, что 483 абитуриента, которые поступили в ГРГУ имени Янки-Купалы, имеют общую сумму баллов 300 и выше, а 6 абитуриентов являются победителями Республиканской Олимпиады. Напомним, что общий план наборов ГРГУ имени Янки-Купалы в этом году составляет 2390 человек. У абитуриентов еще есть возможность стать студентами Купаловского университета. До 15 августа включительно продолжается прием документов на платную форму обучения. Подробную информацию о результатах зачисления в ходе приемной кампании, предлагаемых специальностях, сроках подачи документов и проведения вступительных испытаний можно узнать на сайте abit.by. В цифровом кабинете абитуриентов в пункте работы приемной комиссии по адресу улица Ленина, 32, а также по телефону. Продолжение следует...